Бойцы чаще называют этот автомат по имени, чем по маркировке. В этом выпуске программы речь пойдет о Ксюхе или АКС-74У. Складной укороченный автомат образца 1974 года является самым коротким из всей линейки автоматов Калашникова. Создание АКС-74У в 1979 году преследовало цель создать малогабаритное оружие, которое могло бы занять нишу пистолета-пулемета, но имеющего большую эффективность на расстоянии до 200 метров. В свое время АКС-74У считался принципиально новым типом индивидуального стрелкового оружия. На сегодняшний же день он продолжает оставаться одной из самых распространенных моделей укороченных автоматов. Не двигайся! Я дурак! Я вам не служил! Бросай оружие! Такое интересное оружие не осталось без внимания киношников, создателей компьютерных игр и производителей игрушек. Например, для страйкбола в военно-тактической игре выпускается множество версий советского АКС-74У. Регулярно с укороченным АК появлялся в своих видеообращениях и террорист номер один Усама Бен Ладен. Принцип работы автомата, рассчитанный на пулю калибром в 5,45 на 39 мм, основан на отводе пороховых газов. В сложенном виде длина АКС-74У составляет всего 490 мм, что позволяет с легкостью вместить оружие в стандартный дипломат или, как у меня, в специальный тактический рюкзак. Длина оружия в разложенном состоянии составляет 735 мм, а длина самого ствола составляет всего 206,5 мм. Начальная скорость пули в базовой модели АК-74 составляет 900 м в секунду. В АКС-74У она снизилась до 735 м в секунду, уменьшилась и прицельная дальность с 1000 метров у АК-74 до 400 метров у укороченной модели. Уменьшение длины ствола заставило отнести назад газовую камеру и изменить крепление мушки. Соответственно, была уменьшена длина штока поршня и газоотводной трубки. Большее давление газово-дульного среза ствола потребовало установки усиленного пламя-гасителя. Отнесение назад газовой камеры уменьшило время цикла автоматики, что повысило темп стрельбы. Для улучшенной стабилизации пули в полете при коротком стволе была увеличена крутизна нарезов. Длина хода нарезов уменьшилась с 200 до 160 мм. Правда, при этом увеличилось напряжение в оболочке пули. Секторный прицел конструкторы заменили перекидным L-образным целиком, рассчитанным на дальность стрельбы до 350 метров и 350-500 метров. Вынесение прицела на крышку ствольной коробки позволило несколько удлинить линию прицеливания до 235 мм. Масса оружия с пустым магазином составляет 2,485 кг и 3 кг со снаряженным магазином емкостью на 30 патронов. Боевая скорострельность при введении одиночного огня составляет 40 выстрелов в минуту. И 150 выстрелов при введении огня короткими очередями. Тактика, технические данные АКС-74У, калибр 5,45х39 мм. Принцип работы основан на отводе пороховых газов. Режим огня одиночный и непрерывный. Боевая скорострельность при одиночном огне 40 выстрелов в минуту, короткими очередями 150 выстрелов в минуту. Масса с пустым магазином 2,485 кг и 3 кг со снаряженным. Длина оружия 735 мм и 490 мм со сложенным прикладом. Длина ствола 206,5 мм. Имея 4 правосторонних нареза с шагом 160 мм. Начальная скорость пули 735 метров в секунду. Прицельная дальность 400 метров. Длина линии прицеливания 235 метров. Емкость магазина 30 патронов. АКС-74У был разработан для десантников, экипажей, боевых машин, штурмовых групп для работы в условиях городского боя. Ими вооружены связисты, саперы, расчеты пусковых установок. Автомат применяется полиция, охрана правительственных зданий, инкассаторами. Портативность короткого автомата позволяет без помех управляться с ним на стесные улицы, в помещении и машине. В мобильно стесненных условиях, возможность скрытого ношения, высокопробивная способность пули являются главными достоинствами автомата АКС-74У. Оксана Волчонок, Станислав Мухин. Программа «Камуфляж» специально для телеканала Новороссия. Программа «Камуфляж» специально для телеканала Новороссия.